Уважаемые коллеги, уважаемые гости, дамы и господа, всем добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в доме болельщиков. Болельщиков команды Азербайджан и России здесь, в Баку. Буквально через минуту мы начнем нашу очередную церемонию участвования. Сегодня у нас она пройдет не по привычному уже сценарию. У нас сегодня много изменений. Связаны они прежде всего с тем, что наша замечательная команда, российские спортсмены, радуют нас победами, наградами, медалями. Поэтому мы полностью сегодня график изменили и даже чуть раньше решили начать, отдавая дань уважения нашему замечательному спортсмену, мастеру по тэквондо Алексею Денисенко, который вчера поздно, но уже практически ближе к ночи здесь завоевал бронзовую медаль. Мог взять и золотую, но это отдельная история. Завоевал бронзу и сегодня любезно согласился к нам приехать, несмотря на то, что буквально через полчаса, через 40 минут, его партнеры по команде будут бороться за две золотые медали. У нас сегодня два финала в тэквондо. Анастасия Барышникова и Гаун у нас будут бороться за золотые медали. И Алексей специально приехал к нам, чтобы пообщаться с вами, поучаствовать в нашей церемонии. И тут же поедет обратно к команде, чтобы поддержать своих партнеров. Так что, я думаю, мы сразу начнем, а потом уже поговорим об общем числе медалей. У нас сегодня также будут здесь стрелки, представители нашей команды по стендовой стрельбе, завоевавшие медали, ждем борцов. И, наверное, по ходу в прямом эфире, если получится, посмотрим как раз вот за теми финальными схватками по тэквондо, в которых будут участвовать российские спортсмены. Программа такая. Ну а сейчас я предлагаю всем вам поприветствовать бурными аплодисментами Алексея Денисенко, который здесь сегодня с нами. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Вы меня, Алексей, поправьте. Если я ошибусь, вам 17 лет было в Лондоне, когда вы выиграли? 18. 18 уже исполнилось. 18 лет человек завоевал медаль Олимпийских игр. Я предлагаю еще раз поаплодировать. Я к вам подойду. У нас такой формат сегодня будет. Безусловно, мы вас почестим, но несколько вопросов обязательно задам. Бронзовая медаль. С одной стороны, медаль, безусловно, это успех. Но могла ли быть золотая? Я понимаю, что полуфинал получился сложным против хозяина соревнований. Да, действительно, полуфинальная схватка была довольно-таки тяжелая. То, что я работал не только спортсменом из Азербайджана, но еще с публикой, которая очень тепло поддерживала своего соперника, своего спортсмена. И довольно-таки нелегко давалось этот поединок. Но ничего страшного. Это на будущий опыт нам криво будем готовиться и готовы к многому. У вас в поединке за бронзу матч получился исключительно зрелищным. Многие его даже назвали самым зрелищным боем за все. Но счет такой тоже 19-16. То есть все старались отработать прежде всего в атаке. Вы как-то специальную тактику под соперника подбирали? Или все-таки была такая задача от себя, что называется, провести этот бой? Нет. Под этого спортсмена мы готовились индивидуально. Так как у нас были встречи уже с ним дважды. Это в прошлом году на чемпионате Европы здесь же в Баку, который проходил. В финале я с ним встречался. И также в равной поединке был счет 10-10. И в дополнительном раунде он одержал победу. И буквально месяц назад мы встречались также в финале на чемпионате мира. И на последних секундах также решился результат в его пользу. И со счетом 2-0 он уже вел при встречах. И это такая, знаете, уже Турция, это такая же, как братская столица Баку, Азербайджан. Они такие вот. И я выступал только что с азербайджанцем. И здесь же Турция за медаль. И такая напряженка была. И так как я проигрывал уже 2-0 по встречам, было такое напряжение. И я выходил на этот поединок уже довольно-таки настроенный на победу. И по тактике мы подбирали то, что я работаю всегда в правосторонней стойке у меня. А с этим спортсменом нельзя стоять в правосторонней. И мне пришлось ставить свою неудобную стойку. Но и это все прошло. Мы отработали. И все получилось. Чего нам сегодня ждать от двух финальных поединков? Я знаю, что вы сразу же сейчас уезжаете на арену. Насколько вот расклады такие. Ну, предварительно понятно, что не сглазить нужно. Но, тем не менее, кому тяжелее будет, кому легче. Я думаю, финалы будут очень зрелищные, такие жаркие. Я прямо в предвкушении, знаете, больше переживаю за них, чем за себя. И я сейчас поеду туда. И Анастасия, это наша тоже бронзовая призер Олимпийских игр в Лондоне, будет с местной, ну, драться с азербайджанкой. Она тоже местная такая своя, как звезда здесь у них по тэквондо. И последняя встреча на гран-при, Анастасия одержала победу над ней. Но будем учитывать то, что она у себя дома, спортсмен из Азербайджана, Настя в гостях. Ну, думаю, будет очень зрелищно. Естественно, мы будем болеть и поддерживать. Я уверен, Настя это сделает. Также и Альберт Гаун. Он такой креативный парень. От него все можно ждать. И сегодня мы будем ждать от него победы. Спасибо большое, это аплодисменты. Давайте всей команде поаплодируем по тэквондо, которая здесь борется за медали. И Алексей Денисенко, естественно, главную медаль вы уже завоевали, главную награду. То, что мы вам сегодня вручим, это небольшое такое дополнение, ну, памятный сувенир, его можно так назвать, к той награде, которую вы выиграли. У нас у Дома болельщиков есть партнер, компания Адамас, которая медали, полученные вами, дизайн их разработала. И для спортсменов российских, которые здесь завоевывают медали, выигрывают или становятся призерами, сделала специальный памятный ювелирный знак. По сути, это именная медаль, которая на всю жизнь останется. Ну, вот в числе прочих таких наших небольших памятных подарков и призов, это мы вам тоже вручим. Сегодня вручим сертификат, а медаль получите, когда в Москву приедете. Эти аплодисменты вам и эти призы тоже вам. Алексей Денисенко. Вот этот молодой человек, который сегодня с нами здесь находится, в свои 21 год уже кавалер. Кавалер медали Ордена Заслуги перед Отечеством второй степени, незаслуженный мастер спорта. Карьера, мы надеемся, только начинается. И основные, главные, большие победы еще впереди. Но в честь вашей победы, а для нас любая медаль как победа, потому что в конечном итоге все-таки последний поединок остался за вами, за бронзовую медаль. Вот в честь этого вашего результата у нас по традиции, в честь нашего героя, гимн Российской Федерации, сегодня это в честь вас. И мы желаем вам хорошо поболеть на стадионе, отпускаем вас после небольшой фотосессии. И дай бог, что мы сегодня еще медали завоюем. Вы, пожалуйста, здесь с нами еще. Постойте минутку. Гимн Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. И в общем зачете лидерства с большим отрывом у нас 21 золотая медаль уже, конечно, очень серьезные достижения за 6 соревновательных дней. Ну и сегодня еще одну награду для своей команды, для сборной России завоевали наши спортсмены в стендовой стрельбе. Напомню, что позавчера золотую медаль завоевал здесь Алексей Алипов в дисциплине трап и в этой же дисциплине Елена Ткач завоевала бронзовую награду. И вот сегодня они вместе в смешанном разряде завоевали серебряную медаль, так что у нас целая такая палитра наград, целая палитра медалей, весь комплект завоеванный здесь. И я прошу поприветствовать сегодня Алексея Алипова и Елену Ткач, они сегодня здесь в Доме болельщиков. В Доме болельщиков, но Дом болельщиков большой, поэтому пока расстояние преодолеют, вот они наши чемпионы и призеры Алексея Алипов и Елена Ткач. Добрый вечер! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дополнительный день, естественно, тоже дополнял эмоциями, естественно, не хотелось никому проигрывать, уступать. Опять же, это первый такой экспромт, командные соревнования, также в истории практически первый раз рекультивируются. Также хотелось выложиться и показать максимальный результат, на который мы могли, в принципе, рассчитывать. Ну, это стрельба в первую очередь, и поэтому, как говорится, довольствуемся серебром. Ну, довольствуемся, это слова чемпиона, когда люди довольствуются серебром, это значит, что все перспективы, амбиции и мотивации сохранены на ближайшие Олимпийские игры. Я к Елене подойду. Елена, как вам вообще соревнования в Баку, потому что ваша карьера изобилует самыми разными стартами, и очень много лет вы уже выступаете. Я скажу, что Елена застала еще сборную Советского Союза, и был первый ее чемпионат мира, на который поехал еще в составе команды Советского Союза. С тем тренером, который теперь, с нынешним старшим тренером. Правильно? Да. С тем тренером по упражнению. Я стреляла в команде на своем первом чемпионате мира, который успешно завершилась с тремя медалями. Это был 91-й год в Австралии. Так что, как вам соревнования в Баку? Насколько тяжело? Я понимаю, что одна из задач была то же самое, олимпийская путевка. Пока не получилось это сделать, но впереди еще три старта. Тем не менее, вот сами игры, какие впечатления оставили? Самые наилучшие воспоминания останутся от этих играх, потому что они свежие, они первые вообще в истории. И в моей вообще они просто вот наши. В Азербайджане я первый раз. Самые яркие впечатления. Гостеприимнейший прием. Организаторы соревнований просто огромное вам спасибо. Стрельбище шикарное, стрельбище результативное. Единственное, сегодня был сильный ветер, который, конечно, вносил свои коррективы. Но, тем не менее, удача сегодня, я считаю, была на нашей селексе. Ну что ж, эти аплодисменты вам. Алексей Олипов, олимпийский чемпион 2004 года. Человек, который будет выступать за нашу команду в Рио-де-Жанейро через год, следующим летом. И того же мы желаем Игиле Виткак, чтобы у вас все получилось, и вы поехали в столицу Бразилии. И вернулись оттуда с теми наградами, которые, ну, не с теми, с похожими наградами на те, которые вас сегодня наградили. И, кстати, ну, еще раз говорю, что в Доме болельщиков у нас на этих играх такая традиция. Мы с огромным удовольствием приветствуем наших спортсменов, которые здесь сумели выиграть медали или победить. И вот эти медали разработаны тоже российской компанией «Адамас Дизайн» этих медалей. А для наших спортсменов специально разработаны такие наградные ювелирные памятные знаки, которые мы вам сегодня и вручим в качестве небольшого такого памятного дополнения от наших партнеров. Просто на добрую память они, по сути, именные награды. Так что останутся на память от Баку и на память о тех победах, которые вы здесь одержали. И сейчас предлагаю наградить наших замечательных стрелков. Алексей Олимпов, Гелерат Каш, аплодисменты! Вы болели за них эти два дня. Они выступили великолепно. Еще раз спасибо вам большое. И я сейчас передаю слово руководителю спортивной делегации Российской Федерации на играх в Баку, Игорь Борисовичу Казику, который специально вот только что приехал, знал, что вы будете здесь и сделал все, чтобы успеть, чтобы вас поздравить. Дорогие друзья, действительно, сегодня радостное событие. Я только что с борьбы приехал, там триумф нашей российской борьбы. И вот этот подъем, такой вот эмоциональный в том числе, и наших азербайджанских друзей, они болели за нас. И в этой ситуации, конечно, вот какая-то гордость за то, что мы здесь завоевываем медали. И большой вклад вот ребята внесли. Алексей, которого я знаю уже много-много лет. И не первая его победа. Всегда он спокоен, уверен в себе. Вот нам такие спортсмены нужны, чтобы в нашей команде вот такой вот дух победителя укоренялся, и мы шли вперед. Потому что непростые времена, но вместе с тем мы побеждаем. И вот сегодня прекрасная, так сказать, у нас дама, которая украшает наш не только стрелковый спорт, но и наше все спортивное олимпийское сообщество. И вот хотелось бы, чтобы мы как можно больше, и как увесистее наши медали были, и наш вот этот вот голос российский во всем спортивном движении был все время громче и увереннее. И мы завоевывали пьедесталы, и в том числе на предстоящих играх в Рио-де-Жанейро. Вперед, Россия! Но стрелки это наше все, ведь по сути программа каждой летней Олимпиады начинается именно со стрельбы. И в 2004 году именно Алексей Алипов выиграл первую золотую медаль, нашу олимпийскую, в Афинах. И тем самым положил начало нашему очень удачному выступлению в греческой столице. Спасибо вам еще раз огромное. Я думаю, давайте все-таки проскандируем наше традиционное спасибо спортсменам на счет три. Раз, два, три. Спасибо! 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 И вашу честь сейчас будет исполнен гимн Российской Федерации точно так же, как во время церемонии награждения победителей. Гимн России в честь наших мастеров по стендовой стрельбе, победителей и призеров Алексея Алипова и Елены Ткач в Доме болельщиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Все очень здорово, поэтому большое спасибо. Мне бы хотелось поблагодарить всех представителей средств массовой информации за ваш труд, за ваше терпение, за ваше внимание. Спасибо вам, вы молодцы. Спасибо. Да, коллеги, молодцы, 150 выстрелов каждый день, в одной только, в одном виде отсматривать. Молодцы, старались, старались, помогали, как могли. Но на самом деле, вот что касается, мы затронули тему, да, организации соревнований, того, там, олимпийской деревни, не олимпийской деревни, а атлетов здесь называется, где вы живете, коллег-журналистов, совершенно очевидно, что здесь соревнования, которые действительно объединяют. Вот объединяют людей, и все с огромным позитивом стараются болеть за своих, писать о своих и всячески представлять. И мы со своей стороны стараемся делать все возможное, чтобы имена ваши как можно чаще были упомянуты, как можно больше людей их знали, потому что с нашей точки зрения не совсем справедливо, когда о наших чемпионах и призерах порой между олимпийскими играми подзабывают. И наша задача сделать так, чтобы о вас говорили, вас знали, и вот эти победы, которых вы здесь добились, и то, что сегодня вы приехали в Дом болельщики, мы имеем возможность вас почестовать. Это один из шагов в этом направлении. Еще раз спасибо вам огромное, дальнейших успехов и аплодисменты нашим. Спасибо вам.